Доброе утро, уважаемые коллеги. Прежде всего, от имени партии и фракции «Справедливая Россия» хотел бы выразить слова соболезнования родным и близким, погибших, трагически погибших в Белгороде. Это страшная катастрофа, это свидетельство того, что успокаиваться никому нельзя, и, конечно, нужно серьёзно думать над тем, в том числе и нам, законодателям, как у нас люди проходят психиатрическое обследование, кто у нас имеет право владеть оружием, и многие-многие другие вопросы, которые стоят очень острые. Ещё раз выражаем соболезнования родным и близким убитых. Сегодня в повестке дня несколько интересных законопроектов. Я бы обратил внимание только на два из них. Первый – это законопроект, который внесла в то время фракция «Единая Россия». Сегодня третье чтение – закона о парламентском контроле. Должен сказать, что вчера была дискуссия на нашей фракции. Мы решили, исходя из названия этого законопроекта, в третьем чтении его поддержать. Почему я сделал ударение на слове и название? Закон пустой абсолютно. Закон полностью переписывает, не добавляя ни одной буквы, все полномочия, которые сегодня есть у Федерального собрания. Все до единого, либо в Конституции, либо в соответствующем законе, ничего нового не сказано. Никаких дополнительных полномочий палаты не получают. Это, кстати, свидетельство того, что закон был наскоро слеплен, как альтернативный нашему законопроекту, который благополучно отклонили, где действительно давались реальные полномочия для реального парламентского контроля Федеральному собранию. Но, тем не менее, исходя из логики самого названия законопроекта, нашим избирателям не объяснишь, почему фракция «Справедивая Россия» в программе партии, которой записано требование о серьезном парламентском контроле, голосует против этого законопроекта. Поэтому мы его поддержим. Но еще раз хочу сказать, он ничего не добавляет. Это просто, если называть вещи своими именами, профанация. Но, увы, вот такие игры у нас иногда играет Единая Россия. Приходится, ну, то, что называется, вольно или невольно им подыгрывать. И второй законопроект, который намного лучше с точки зрения тех проблем, которые он решает, это закон о меценатской деятельности. Нет у нас до сих пор такого понятия в нашем праве. Нет у нас никаких норм закона. Этот закон тоже рамочный. Этот закон только предполагает, в основном, моральное поощрение награждения меценатов. Упоминается, что государственная поддержка может заключаться в создании льготных условий. Я думаю, что во втором чтении будем подавать серьезные поправки, чтобы стимулировать и заинтересовать материально будущих меценатов нашей страны. То, что меценатская деятельность должна регулироваться законом, для нас было очевидно всегда. Мы идею эту поддерживаем. С большим удовольствием в первом чтении этот законопроект поддержим. И, как я уже сказал, будем подавать серьезные и реально влияющие на будущую меценатскую деятельность поправки. Спасибо.